Манипуляции курсом биткайна в 2017 году назвали маловероятными IT-технологии 14-12-19 NOIAP 2019-сложность 3.3 Манипуляции курсом биткайна в 2017 году назвали маловероятными 1987-1990 годы Исследователи опровергли выводы статьи, в которой говорилось о роли одного крупного держателя криптоактивов, Кита, в восходящем тренде биткайна на протяжении всего 2017 года В исходной работе утверждалось о манипуляциях посредством операций с криптовалютой с помощью необеспеченных текенов На самом деле покупательная способность всех имитированных активов была слишком мало по сравнению с капитализацией биткайна в 2017 году, говорится в новом анализе Биткоин Это платежная система и одноименная цифровая валюта, криптовалюта Ключевые особенности биткайна и многих других криптовалют это децентрализация и применение технологии блокчейна Это означает, что транзакции происходят напрямую между участниками беспосредничества или администрирования центральным банком А информации о них подтверждаются другими участниками системы посредством специальных криптографических алгоритмов и записываются в распределенный между пользователями реестр Сегодня существует несколько тысяч различных криптовалют, которые отличаются деталями реализации, механизмом эмиссии и многими другими параметрами Однако появившийся первым биткоин остается самым популярным цифровым активом, а также обладает наибольшей капитализацией Около 150 миллиардов долларов США на данный момент Из-за отсутствия централизованной регуляции курс биткайна может испытывать резкие скачки и продолжительные тренды Одним из таких событий считается повышение стоимости в течение всего 2017 года, за который стоимость единицы биткайна и его общая капитализация увеличились более чем в 15 раз Причина этого остается предметом споров Как правило, считается, что рост был связан с естественными рыночными факторами, то есть повышением спроса и приходом большого количества новых пользователей Однако некоторые исследователи утверждают о целенаправленной манипуляции курсом Наиболее известный пример второй точки зрения представлен в статье американских ученых Джона Гриффина Джон Гриффин И Амина Шамса Они утверждают, что на курс биткайна влиял единственный кейт, который искусственно подогревал рынок, скупая криптовалюту с помощью необеспеченных текенов В то же время в описании говорится, что ценность этого актива обеспечена долларами США и другими надежными средствами Представители также отвергли подозрения в манипуляциях Новый анализ посвящен оценке способности повлиять на курс биткайна Одно из основных утверждений оригинальной статьи заключается в том, что Проходил ежемесячный аудит активов, который был призван удостовериться в обеспеченности текенов фиатными деньгами Из-за чего необходимо продавать купленные биткоины в случае эмиссии большого количества В течение этого периода Однако исключение из анализа наиболее значимых месяцев Декабря 2017 и января 2018 Делает выводы о корреляции изменения цены биткоина с последними числами месяца статистически незначимыми Затем авторы новой работы вычисляют покупательную способность Как отношение его капитализации к капитализации биткоина То есть доли основной криптовалюты, которую можно приобрети Потратив все существующие токины Графики зависимости покупательной способности И логарифма цены биткоина Поделиться В то же время на основе выводов оригинальной работы КТЭВА И связанной криптовалютной биржи Уже был подан коллективный иск с обвинениями в манипуляции курсами и отмывании денег В иске содержится утверждение, что мошенничество было совершено с использованием необеспеченных текенов Ранее казалось, что майнинг биткоинов и энергозатрат не о добыче золота Также мы вместе с экономистом разбирались, вырастет ли биткоин до 100 тысяч долларов И зачем этот инструмент финансистам Тимур Кишилава